Приветствую вас! Вы, я смотрю, задаёте не первый вопрос, свой на сайте. Я, правда, не знаю, какие у вас были другие вопросы, ну, потому что вы анонимы. Но, если вы читали ответы психологов других, то, наверное, видели, что ими, нами употребляется такое слово «проработать». Вот это такое очень, знаете, ну, такое претензионное слово, вот, в том плане, что оно вызывает недопонимание. А, вот, у людей, мол, что это такое, что такое «проработать»? Как это вообще? То есть, что значит «проработать» травму, да? Что значит, ну, «проработка»? На самом деле, «проработка» — это когда вы под руководством психолога возвращаетесь в тот эпизод, который вас, так или иначе, травмировал, вот, вы возвращаетесь в тот эпизод, который вас травмировал, и снова и снова его, как бы, проживаетесь. Снова и снова и снова и снова и снова вы его проживаетесь в эпизод, до тех пор, пока всё, что вас волнует, не будет исследовано, выявлено, выговорено и так далее. Это работа, значит, ну, не на один сеанс, вот, а иногда, значит, иногда и месяц, вот. То есть, вот, как бы, это вот, значит, с точки зрения гестальт психологии, так, значит, проводится работа, значит, по снижению вот этого вот негативного элемента. С точки зрения гестальт психологии, вы можете ввестись в состояние того эмоционального ощущения, значит, которое у вас есть, было тогда, и проживание заново, проживание того момента, который вас травмировал, и, соответственно, изменение решения по его поводу, по его, значит, ну, по его контексте, вот. То есть, это вот именно изменение, с точки зрения гестальт психологии, вот. Вот, соответственно, то, что можно вам порекомендовать здесь. Это если говорить о выходе и о способах работы. А если мы говорим, если мы ведем речь о... Этимологии вашей ситуации, да, то она, ситуация, она по себе заключается в том, что у вас эмоциональная зависимость от мужчины, вот. Эмоциональная, любовная, как иногда говорят, зависимость, вот. А, соответственно, зависимость, по сути своей, это потребность. Вот это, потребность, это обесценивание себя. То есть, вы, вы себя обесцениваете. У вас, скорее всего, есть, ну, какие-то проблемы с самооценкой. Вот. Ну, скорее всего. Вот, там иначе бы не было зависимости. Иначе бы вы воспринимали бы тот факт, что мужчина ушел, ну, как, и, конечно, не как самый приятный, да, но как достаточно такой, ну, адекватный. Вот. А вы же сами понимаете, что на данный момент ведете себя своего рода как ребенок. Вот. И, соответственно, у этого поведения, у такого поведения, ну, то есть, у детского поведения, есть, на самом деле, свои основания. То есть, есть основания, по которым вы ведете себя именно ты. Именно так. Какие основания? Это уже детали. Это, как бы, это детали. Это детали, но это важные детали. Это те желания, которые не были удовлетворены. Это то, что и составляет суть того болезненного, что тянется за вами, ну, скорее всего, еще и с детства, до того, как вы начали встречаться с этим мужчиной. Ну, обычно, как бы, как правило, бывает именно так. Вот. Давайте мы сейчас с вами, значит, пройдемся по вашему тексту. Ну, вот. Значит, ну, по поводу недосказанности в отношениях, я уже сказал, да. Вот. По поводу постоянных мыслей о нем, о мужчине. Здесь деталь такая, что это синдром навязчивости. Синдром навязчивости возникает из-за запретов. Что это? Ну, какие-то определенные желания, потребности человека. Они могут быть удовлетворены. Вот. И, соответственно, они проявляются в сознании в виде, вот, мыслей о чем-то. Причем, причем, ну, таких, да, навязчивых мыслей о чем-то, вот. Соответственно, вам нужно попробовать, вам нужно попробовать, эээ, подумать о чем-нибудь другом, например, да. Ну, просто, элементарно о чем-нибудь другом попробуйте подумать, например, о, там, с чем-то приятным, да, например, о чем-то касающемся вас. Вот. И, соответственно, уже исходя из этого, будет понятно, откуда идет запрет. То есть, вы не можете, да, не можете подумать о чем-то. А, кто запрещает? Кто вам, эээ, в детстве запрещал, или не в детстве, а вообще по жизни запрещал об этом думать? Ну, и так далее. Кхм. Дальше. Эээ, значит, значит, очень важная работа с чувствами. Да. То есть, эээ, позволение себе, эээ, чувствовать то, что хотите вы, и отсутствие страха перед чувствами. Это очень важный элемент. Поэтому работа с чувствами тоже нужно. И, соответственно, в этой ситуации я рекомендую вам, эээ, значит, составить список своих чувств, ну, то есть, какие чувства вы испытываете. Вот. И, соответственно, эээ, какие из этих чувств вас пугают, например, какие чувства, эээ, наоборот, не вызывают сопротивление. Вот. И, если какие-то чувства вас пугают, то, соответственно, как бы вы могли менее разрушительным способом, эээ, эти чувства выразить. Вот. Да. Это вот, эээ, значит, то, что касается, непосредственно, данного аспекта. Эээ, дальше идём. Значит, вы пишите, я могла что-то сделать, чтобы не выделять его, но гордость уменьшала. Эээ, знаете, ну, согласитесь, эээ, довольно поверхностное утверждение, я бы сказал. Потому что, эээ, что значит, эээ, гордость поменьшала. То есть, вы, эээ, у вас были конфликты, и вы выбрали эээ модель определенного поведения в этом конфликте. Чем она была обусловлена? Как, грубо говоря, вы выбрали её модель поведения или чё-то руководствовать? Вы же чего-то хотели, да? Вот. С этим тоже нужно разбираться обязательно. Ну, потому что это важно, да? Вот. Чтобы не было такого, что я бы могла, но гордость поменьшала. Получается, гордость это что-то инородное, да, вообще. Вот. А вот. Ну, то есть, вы это, вы, вы это вы, а гордость это гордость. То есть, это два таких параллельных мира, эээ, вместе. Вот. Так нибудь не можно. Соответственно, гордость над чем-то, над чем-то основана. Вот. И судя по тому, что вы, эээ, судя по тому, что вы, эээ, видите, я полагаю, что вы, эээ, не очень, не очень, эээ, хорошо отдаете себе отчёт, эээ, что стоит за этой гордостью. Ну, хотя бы, подумайте. Так, эээ, никому не желаю такого, эээ, это идёт уже проекция. Эээ, так, этих страданий. Была уверена, что он еще вернётся, встретимся в общих знакомых. Эээ. Ну, вот, знаете, то, что вы были уверены в том, что он еще вернётся, это, эээ, проявление, эээ, непредосмотрительности. Эээ, и, эээ, проявление того, эээ, что вы не рассматриваете, ээээ, вариант того, что, ээээ, ну, может что-то не получится у вас. Знаете? Такая история. И, ээээ, как правило, как правило, это редко бывает, эээ, просто так. То есть, редко, редко происходит такая история, что, вот, человек, ээээ, ну, абсолютно случайно, ээээ, не рассматривает вариант этого удовольствия, что-то может не произойти. И, опять же, опять же, эээ, с чем у вас связано вот то, что вы, собственно, ээээ, не допускали мысли, не допускали мысли о том, что он может не вернуться. С чем-то тоже связано. Что-то, эээ, что-то вам, скорее всего, это даёт, что-то. Дальше. Как больно ошибаться, ээээ, он и мысли о нём не дают покоя. Эээ, ну, это не он не даёт вам покоя, а вы не даёте себе покоя, естественно, вашей мысли, которая является следствием ваших желаний, и ваших эмоций, и конфликтов. Вот. Эээ, значит, полгода старались забыть, эээ, и всё пошло плохо с работой вообще в жизни. А как именно вы старались забыть? Тякак часть тебя счастливо оставила там в тот период волшебный. Ну, значит, это не любовь, потому что, ээээ, человек, который действительно любит, он был бы счастлив, даже если бы не был с любимым, и даже если бы не был с ним рядом. А вы раз потеряли свою счастье, значит, это не любовь, а именно потребность. Потребность в чём? И нужно выяснить. А мы не расходились, просто перестали делать шаги, ну, не очень понятно, какие шаги к чему, как. Тут надо выбирать ваши отношения. Эээ, теперь, когда знаю о другой, как закончить эту недосказанность, не будет это мешать. Эээ, так, ну, во-первых, вы можете, в принципе, и ему, эээ, высказать всё, что хотели бы. Вот. То есть я не думаю, что здесь есть какие-то проблемы особенные. Если хочется что-то сказать, скажите мужчине. Я думаю, что даже если вы не общаетесь, даже если прошло время ко время какое-то, ну, вот, то всё равно вы можете ему написать и поделиться с ним всём проблемой. Если другое дело, то другое дело. Эээ, что это может не помочь вам. Потому что ситуация-то она глубже несколько, эээ, чем вы её представляете. И, эээ, дело-то здесь не в недосказанности, а именно в том, именно в том, что вы хотите и что вы чувствуете. Вот. Так что высказать всё ему может не помочь. Эээ, вы спрашиваете, не будет ли это мешать? Ээ, я не очень понимаю, не будет ли это мешать чему. Ээ, ведь всё закончилось на позитивной ночи. Ээ, на позитивной волне. Есть выход. Эээ, выход из чего? Какой? Какой же? Работа с психологом? Индивидуальная работа с психологом. Вот выход. Вы, наверное, уже это сами понимаете. Вот. Хотя бы в тех направлениях двух, которые я озвучил. Ну, в зависимости от того, какое из направлений вам больше подойдёт. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.